Всегда, когда приходится нам что-то сохранить кейсторию в андроидном, это вызывает большие проблемы, потому что с ним работаешь редко, один раз обычно запилишь фичу и забываешь, поэтому захотелось, чтобы кто-нибудь разложил по полочкам вообще, как это все устроено, я попросил Жене, потому что ему было интересно разобрать эту тему, чтобы он рассмотрел вообще API, что можно, что нельзя делать с кейстором в андроидном, и Жене, что можно, что нельзя делать с кейсторией в андроидном. Я сам предложил сделать общую тему, чтобы там было и про джавовый кейстор, и про андроидный кейстор, и, соответственно, про андроидный кейчейн, какие задачи они решают, как их в целом использовать, для каких также задач подходит, используя для одного или другого инструмента, и чтобы это у нас было как бы собрано в одном месте, чтобы каждый раз, когда нам приходит задача сохранить куда-то что-то, чтобы это было сложно достать с девайса, мы могли, грубо говоря, быстро посмотреть это видео, либо сейчас просто все запомнить и понять. Вот, у нас был такой источник этих знаний. Так что, уже эти слова. Да, ну, начнем тогда. Начнем с джавового кейстора, как сказал Костя. В принципе, вообще, определим понятие, что такое кейстор и для чего он нужен. Кейстор используется для хранения как ключей, так и сертификатов. Он может применяться для идентификации владельца. Ну, очень часто кейсторы, если вернуться в джавовый мир, используются на бэкэнде в случае SSL-соединений для определения того, что правильно у нас настроено или нет. Например, если у нас используется односторонняя аутентификация, то кейстор кладется только лишь на сервере, и для этого нам достаточно, чтобы в кейсторе были приватный ключ и сертификат. Если нам нужна двусторонняя авторизация, то кейстор кладется как на клиенте, так и на сервере, и в этом случае в кейсторе уже должен содержаться дополнительно публичный ключ, который будет использоваться клиентам и серверам. Так как ключ и сертификат — это просто набор байтов, или что это? Ну, ты говоришь, что используют хранение ключей и сертификатов. Это просто массив байтов, или это какой-то, или специальный объект какой-то? Ну, по сути, кейстор — это некое хранилище, которое, я там дальше немножко расскажу, из чего он состоит. Ну, по факту, да. В итоге это, конечно, является массивом байта, но оно имеет определенный формат. Ну, сказать, секрет, все массив байтов. Не, ну да. Но не все ключ и сертификат. Согласен. Да, как и говорится. Идем дальше. Вот, как и в принципе говорилось, что кейстор, он состоит из записей, и каждая запись имеет уникальный алиаз. Дальше. Каждый алиаз в кейсторе защищается паролем. При этом и все хранилище тоже может защищаться паролем. Тут одно важное уточнение по поводу алиасов. Не рекомендуется использовать разнорегистровые алиасы, потому что, к сожалению, не все типы кейсторов поддерживают кейс-сенситив и кейс-инсенситив алиасы. Ну, чтобы потом в будущем не наступить на эти грабли. Ну, и по сути, к этому алиасу прикрепляются ключевые записи и доверенные сертификаты. Если коснуться, вот именно перейти в то, как устроен кейстор в Java, по сути он представлен классом кейстор, который на вход принимает кейстор-энтри. Они могут быть трех типов. Это секрет кейс-энтри, который используется для симметричного шифрования. Соответственно, мы можем после генерации использовать ее для того, чтобы шифровать и не дешифровать какие-то данные, которые хранятся у нас на устройстве. Второй тип – это как раз-таки private key entry, который содержит закрытый-открытый ключ, который могут использоваться для шифрования и дешифрования SSL-трафика, например. И третий тип – это trusted certificate entry, который содержит как раз-таки доверенные сертификаты. Они используются для идентификации сервера, например, браузерами. Когда мы откроем страничку и видим, что у нас доверенную он входит в зону или недоверенную, если сертификат есть такой, то он покажет, что, типа, этой страничке можно доверять, иначе он, в принципе, на андроидах, насколько я помню, он даже говорит, что сначала, типа, чувак, ты открываешь страничку, которой нельзя доверять, ты хочешь на нее перейти, иначе, если ты подтверждаешь, да, я хочу перейти, ты переходишь, иначе нет. Так, теперь немножко… Вы, если вопрос есть, задавайте. Макс, нет? Нет? Теперь я хочу рассказать немножко о типах кейсторов. На самом деле, еще их называют форматами, а иногда еще и провайдерами. Вот все эти три понятия встречал. По умолчанию у нас используется Java Keystone, он, в принципе, так и называется. Это проприетарный охранщик, код которого недоступен ни для кого. Он… Мы ключи можем сгенерировать как из кода, но и, в принципе, у нас есть специально для этого кейтуб. И по умолчанию, как раз-таки, вот этот тип файла прописывается в кейстор-тайпе в настройках системы, когда мы устанавливаем JDK. Еще достаточно распространенный тип хранилища – это PKCS-12. Он открытый формат, и он, в принципе, как раз-таки часто используется, если нужно нам на разных платформах использовать эти ключи. Например, в Java и еще где-то там плюсах. И еще один достаточно известный формат – это BTCS. Он основан на основе… Масломасло, наверное. криптографических алгоритмов, которые описаны в библиотеке Bouncy Castle. К сожалению, вот по поводу него я, на самом деле, очень много не смог найти. В чем его отличие от того же PKCS-12. Немножко у этих ключей, соответственно, есть свои плюсы и минусы, свои ограничения. Если коснуться RGKS, у него есть достаточно, не знаю, можно сказать, серьезный, не серьезный, не знаю, с какой стороны смотреть. Можно ли, на предыдущем слайде, что за файл – это, как я так понимаю, наш файл – это для GVM? Да, да, да. А это вроде что тогда? Вот до этого мы дойдем. Я могу, в принципе, сейчас рассказать, но там более интересная вещь идет. Давай я по поводу скажу. Об этом будет, на самом деле. Если мы используем GKS, то у нас нет возможности сохранять Secret Case. Мы можем сохранять только Private Case и сертификаты. Нет возможности сохранять приватные ключи без сертификата. При этом сохранять сертификаты без приватных ключей можно. Если мы используем Key Tool, то мы не можем с помощью нее из ключа извлечь приватный ключ. Ну и, в принципе, как говорилось ранее, PKE, CS, LR12 и BKS формат, они могут использоваться кроме Java и в других языках. По поводу последней, я точно читал, что у нее есть порт для C++ и C-Sharp, а по поводу первой, она вообще, насколько помню, портирована много. Ну, в принципе, я немножко хотел разбавить теории практикой. Вот таким образом происходит создание ключа. Вот как раз таки, где мы видим Get Default Type, он берет Default Type, который описан у нас в системе. Соответственно, при первой загрузке мы не указываем никакого стрима ни пароля, а потом уже мы указываем, когда сохраняем, как раз таки, тот пароль, который нам нужен, ну и сам стрим для сохранения. Женя, я правильно понимаю, что ты сейчас говоришь не конкретно о ключах, а о кейсторах? Да. Ну, грубо говоря, о файлах, которые… Да, да, именно в данном случае идет именно как сохранение ключа. Вот таким образом, в принципе, создается GKS, кейстор, в принципе, там мы можем прописать BKS, ну и другие типы кейстор, на самом деле их достаточно большое количество. Спросит? А их надо отдельно доставлять или они есть в умолчании джидекации? Это зависит от системы, потому что я смотрел в Mac, они вроде как одни, в Windows появляются свои, возможно какие-то поставляются вместе с системой, например, там будет дальше список типов файлов, которые поддерживаются в Android, там будет достаточно такой большой список, поэтому тут, скорее всего, да, они поставляются системой и ставить их… Ну, если мы какой-то специфичный хотим, для себя возможно его и придется поставить. Так, ну вот здесь как раз-таки я показал код генерации ключа, здесь не используется Android-ный кей-генератор, вернее, джобовый кей-генератор код и KPR-генератор, это просто пример того, как могут создаваться ключи. Что там за магический? Да, ну я же говорю, это я просто нашел код как бы магический. Ну да, конечно, там создается и ключ приватный, и создается сертификат, который прописывает для него данные, кому он принадлежит, какое время он валиден. Ну и вот как бы небольшой код по извлечению ключа мы указываем стрим, указываем пароль и извлекаем нужный нам ключ и сертификат. А чем они там шифруются или это типа неизвестно? То, что ты сказал, закрытая реализация этого на GKS? У GKS, да, к сожалению, там вообще все. Просто указываем пароль, а он сам к ней тоже нашифрует и неизвестно вообще как, что он использует. Пароль. Нет, пароль в данном случае. Ну вот мы загружаем ключ, точнее мы загружаем KeyStore, чтобы достать из него ключ. Ты понимаешь, чтобы загрузить KeyStore мы должны указать пароль? Да, конечно, да. Ну, понятное дело, что мы даем в каком-то нашем формате, там не знаю, там мы можем просто в текстовом формате или там шаг какой-то передать ему, а он его, скорее всего, у себя там каким-то образом еще шифрует. Там, к сожалению, по поводу него вообще информации где-то что-то накопать не получилось. А вот теперь мы постепенно переходим к Android. И вот как раз-таки это ответ на твой вопрос. Вот в Android присутствуют следующие типы KeyStore и по версиям Android. В принципе, как видно, с первой версии Android доступны были вот это BKS. Те же самые шутки. Да, по сути, да. Ну, я же говорю, я, в принципе, и привел наиболее стандартные. Ну и в более поздних версиях появились два KeyStore Android. Android KeyStore и Android KeyStore, в которых я, в принципе, достаточно подробно остановлюсь. Сейчас как раз-таки пойдет речь о том, что было до 14-й версии, до 4-го Android. Изначально в Android было некое системное хранилище доверенных сертификатов, которое в первую очередь используется в браузере, имейл клиентами, Wi-Fi. Но пользователь к нему не имел никакого доступа. Это хранилище обновлялось только производителем устройства. Например, когда выходила новая версия Android, они могли какие-то добавить сертификаты. И либо можно было рутануть девайс, создать какой-то патч сертификатов и залить его на устройство. И как раз-таки вот Дима на ответ. В каком формате в Android хранились сертификаты. До 4-го Android они как раз-таки хранились в BKS формате. И все сертификаты находились в одном файле. В принципе, добавлять сертификаты можно было. Насколько я посмотрел, там можно было зайти в систему preferences. И там на страничке сертификатов можно было загрузить сертификаты. Ну, я на самом деле сейчас не понимаю, куда они их грузили. Потому что вот этот файл находится в системной области. И его даже система не могла переписать. Мы не только же можем там сертификаты хранить. Просто пару клиентов начали. Да, мы, конечно, могли в нем хранить. Да, но вот в Android до 4-й версии там хранились только сертификаты. А, то есть до 4-й версии даже нельзя сохранить некую информацию? Нет, в него невозможно было ничего с ним сделать. И вот если мы хотели использовать до 4-й версии кейсторы, мы могли где-нибудь хранить в области приложения. Там, не знаю, в шаре, в преференсах, не знаю, массивом вайпе или еще чем-то. Или просто отдельным файлом в приватной области приложения. Используя Java API? Да, да, вот используя Java API кейсторы. Так, вот. И вот тут мы начинаем, переходим к лавнинку к 4-й версии андроида. Начиная с 4-й версии появился новый тип Android CA Store. По сути, это была некая обертка на так называемый Trusting Certify Store. Это приватная часть SDK, которая не видна разработчикам. И, соответственно, чтобы ее использовать, нужно было сделать что-то некий в API, чтобы можно было использовать это API. И Google пошел путем. Он просто добавил новый тип Android CA Store. И дальше, соответственно, обращение к этому API происходило через стандартное KeyStore API. У тебя вопросы есть? Да, антипатор называется предатель. Который скрытый член класса, делал публичный. Ну, типа того, да. И вот как раз таки в 4-й версии произошло разбиение, где стали храниться сертификаты. Системные сертификаты остались на хранении практически по тому же пути в системной папке. Также появились Data, Mix, Keychain, C, Cert, Edit, где хранились пользовательские сертификаты. И тут нужно упомянуть про папочку Removed. Она была сделана для того, чтобы система могла свои системные сертификаты disabled по каким-то причинам. По сути, короче, если сертификат протухал, удалить они его с системы не могут. Но чтобы как-то понять, что сертификат не валидный, они делали копию в папочку disabled. Ну и, соответственно, смотрели, если есть такой сертификат в папочке disabled, они его уже не воспринимают как доверенным сертификатом. Нет паттерна, но это... Дальше. В принципе, это вот единственная вещь, которая появилась в Android 4. но, опять же, здесь шла речь только о хранении доверенных сертификатов. Я чуть более подробно расскажу об этом, как раз таки, когда пойдет речь про Keychain, потому что он появился в этот, тоже в четвертой версии. Но сейчас я хотел бы все-таки рассказать больше сначала о всех типах Keystore. И вот тут как раз таки нам на помощь к Android 4.3 пришел наш Android Keystore, который мы сейчас используем в приложениях, можем использовать в приложениях для сохранения как сертификатов, так и ключей. В чем его преимущество? Во-первых, то, что нам теперь не нужно использовать и сохранять где-то пароли для доступа к этому сертификату, потому что он использует, как видно, пользовательские настройки, окскрина, это PIN, графические ключи, пароль внутри себя. И, что немаловажно, он обеспечивает приватность данных. То есть, приложение может создать и сохранить ключи и сертификаты, которые будут видны только, не будут видны другим приложениям, а только будут в рамках текущего приложения. Потому что предыдущий Keystore, вот, Android SEA Store, он виден в рамках всей системы. Ну, там только сертификаты. Да, но сертификаты, но все равно, в принципе. Так, а можно сделать разные файлы или... Ну да, он тут, конечно, он здесь создает отдельный файл для каждого, включая сертификаты, но, к сожалению, я же говорю, что более полный он не успел поковыряться, и мне вот эти вещи хотелось на самом деле поозначать более детально, но я думаю, что я более детально расскажу в ближайшее время. Так, и вот как раз-таки небольшой пример того, как использовать Android Keystore, и там как раз видно, когда мы загружаем, просто в качестве параметров указываем... Здесь, наверное, load... А, ну да, load, да, мы там пароль никакой не передаем, и там стрим никакой не передаем, автоматически он, если надо, создает новый файл. И вот тут как раз-таки идет получение ключа, ну и мы там дальше с ним что-то можем делать. А, потому что ты говоришь, что система запросит пин-код для отношения к парице? Ну, подожди, это уже идет кейс, когда система допросила, ты при входе, когда включаешь телефон, ты же вводишь от взяток парице, он именно вот эту биометрию спрашивает. Ну, то есть после этого у тебя все вложения кейс тоже доступны? Да. Ну, гипотетически, да. Вот, да, и сейчас хотелось немножко вернуться назад к Android 4 и кейчейну. На самом деле было добавлено такое API, которое позволяет получать приватные, публичные ключи и сертификаты, хотя, в принципе, в Android всей истории говорилось именно только про сертификаты. Я не совсем понял, почему так, как бы я пытался найти и только про Android всей истории нашел в одном месте какое-то вот упоминание. Ну, как бы у кейчейна есть своя специфика, как он это все делает. Для установки и для доступа первичного к ключу используется специальный UI. Насколько глубоко я смог раскопать? По сути, кейчейн – это вообще некий модуль, который содержит в себе три сущности. Это кейчейн-сервис, кейчейн-активити и кейчейн-бродкаст-ресивер. Кейчейн-активити как раз таки используется в случае, когда мы устанавливаем ключ и когда запрашиваем доступ к этому ключу. Кейчейн-сервис, соответственно, он работает уже все оставшееся время, когда у нас уже есть доступ к ключу. Ну, и когда устанавливаем, как раз таки я понимаю, вся основная логика находится в нем. А бродкаст-ресивер, он нужен для того, что если какое-то приложение запросило доступ к ключу, и когда это приложение удаляется, он, условно говоря, подписывается на удаление приложений и определяет. Если это приложение удаляется, то он удаляет ключи своей базы. Да, я забыл сказать, что у него еще, у этого компонента есть своя база, где он как раз таки содержит информацию о том, какие приложения, какие доступы имеют к каким ключам и сертификатам. Так, еще раз, то есть кейчейн – это системный модуль, который внутри себя содержит кейстор, который может решать между приложениями ключи, которые от нас стоят. Нет, кейстор он использует в системе. Ну, понятно, в системе есть кейстор, и каждое приложение может использовать кейстор приватно для самого себя, если мы хотим, соответственно… Нет, вот тут как раз таки важный момент понять, что кейчейн – он все-таки глобальный. Я говорю о том, что если мы используем кейстор внутри приложения, он нам предоставит кросскапы, чтобы загенерировать хранилище для ключей внутри нашего приложения. То есть, грубо говоря, он создаст файлик внутри пространства нашего приложения и позволит через API кейстора с ним работать. То есть загружать и загружать туда ключи, явно указывая какой-то пароль. Если же мы хотим между разными приложениями позволять шарить какой-то ключ, например, там, не знаю, как Яндекс делает 10 приложений и одна авторизация. Вот, тогда мы не локально внутри приложения с помощью кейсторы храним ключи, а с помощью кейчейн. Да, именно так. И глобально там можем сохранять ключи и по какому-то ключу шарить его между приложениями. Так у меня вопрос, а как запустить вот этот UI? Сейчас, сейчас это мы дойдем, там будет пример кода. И опять же, тут тоже нужно коснуться того, что это API работает, когда у нас включен локскрин и установлен какой-нибудь там пин, графический пароль и отпечаток пальца. Иначе, я вот, опять же, не успел проэкспериментировать, но говорят, что когда попытаешься это сделать, он может поругаться и сказать сначала, типа, чувак, задай, пожалуйста. Ну, там, насколько я знаю, кейчейн и Android и кейстор используют, ну, любые данные от пользователей, как, собственно, основу шифрования всего, что они хранят. Поэтому без того, чтобы его пользователи, они могут работать, поэтому система, ну, ты должен проверить, что есть какие-то, ну, есть ли локскрин или что-то такое, а если нет, то запросить по пользователю, иначе оно свалится с ошибкой. Ну, да, именно так оно и происходит. Вот, вот как раз таки то, что ты спрашивал, Костя, каким образом происходит установка ключа. Мы создаем install intent, читаем просто как поток байт наш ключ, там он разных форматов может быть, и дальше, соответственно, мы его передаем в качестве extra в intent. Здесь мы можем передавать как ключ, точно так же, в принципе, происходит создание и сертификата. В ответ на это он, когда мы запускаем starting activity, появляется диалогик с вводом пароля, который наложен на этот кейчейн или на кейстор. Соответственно, если мы правильно его ввели, он проинсталирует, если нет, то он там кинет эксэкшен. Пароли, в смысле… Ну смотри, у нас же… Приложите палец вот это делать, да? Нет, нет, у нас у кейстора, у самого кейстора там может быть какой-то паспорт, которым зашит этот кейстор. К системе это вообще в данном случае к андроиду вообще не имеет отношения. Это вот если просто брать обычный джавовый кейстор, и мы именно на все хранилище задали какой-то пароль. Это именно вот про этот пароль идет речь здесь. То есть я покажу. Никогда приснились. Ну вот, да, и я, к сожалению, не успел поэкспериментировать, как оно выглядит. Но я постараюсь это сделать. Так. Упс. Чего-нибудь перешел? Или перешел? Нет. А вот. А вот именно вот так выглядит получение доступа к определенному ключу. это тоже статический метод. Мы передаем туда activity, передаем некий callback, куда он вернет алиас кейстор для ключей или для сертификата. Ну и куча параметров. Я с ними не стал сильно разбираться. Единственное, последний параметр, алиас, мы можем задать, если мы знаем, какой нам нужен определенный алиас, какой-то определенный ключ, мы можем его задать, и он, когда отобразит диалог, опять же, и в этом диалоге он покажет все доступные в системе установленные ключи или сертификаты, мы из них же выбираем, кому мы хотим дать привилегию в нашем приложении. Вот он может сразу на него, в случае, если мы установим алиас, поставить, акцентироваться. А здесь все параметры обязательно? Нет. Ты видишь, тут, в принципе, по сути... Да, я вижу просто это описание к сертификатам. Ну, типа, кто его выпустил, для какого хаста он валиден, для алиаса... Ну, возможно, для каких-то вещей он нужен, но вот где я код видел, сколько кода видел, единственный параметр, который может присутствовать, это последний алиас, а все остальные параметры, они задаются на 1-1-1. Ну, если там какая-то есть жесткая проверка, там хаста, пошел и прочее, возможно, ну, чтобы он куда-то пошел, проверил, действительно ли это этот сертификат, то их тогда нужно задавать. Ну, это получение доступа... Ну, смотри, мы проимпортировали сертификат в систему. Так, сертификаты, окей. Или к сертификату, или ключи наши в систему проимпортировали, и дальше как раз мы хотим, чтобы наше приложение имело к ним доступ, чтобы мы могли их читать. И вот как раз-таки вот этот код для этого и нужен. В ответ он вернет имя алиаса, вот в алиас, там, он вернет либо алиас, который мы будем использовать дальше при обращении в кейстору, либо now, если по чипакитным причинам он не дал нам доступ. Угу. 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 Просто я пытаюсь вспомнить, что это одно приложение, которое я запрашивал в эту кушку. Какого-нибудь запрашивал вообще? Ну, возможно, это штука для корпоративных пользователей. Ну, может быть, да, я просто думал, что там нечаянно. Ну, окей, сейчас посмотрим какие там еще артисты. Так, ну... Да. Вот тут как раз-таки пришло время рассказать, для чего нужен кейстор, для чего нужен кейсчейн. По сути, это то, что рекомендует Google. Кейсчейн использовать, когда нам нужно, необходимо... когда нам необходимо использовать одни и те же креденшиалов в нескольких приложениях. Вот как раз-таки хороший пример был с Яндексом. У них куча приложений, и они там какой-нибудь общий сертификат или какие-то общие ключи используют. И вот в этом случае нужно использовать кейсчейн. В случае, если у нас одно приложение, и нам ни с кем не нужно делиться нашими данными, нужно всегда использовать кейстор. А диалог с запросом пещеркой пальцем к чему относится к кейстору? Или это если мы в системе... Макс, у вас где? Вообще в кейсторе. Это кейстор. Это относится к кейстору. У него есть биометрик идентификейшн промпт. Ты можешь задать, что он реквайр для доступа к данным из Android кейстор. И в случае попытки чтения тебе нужно туда будет передавать сайфер, который у тебя подписан твоим отпечатком. То есть ты отдельно спрашиваешь отпечаток у системы, система возвращает тебе сайфер? Система возвращает сайфер, который ты уже передаешь в кейстору. Понятно. Но если ты явным образом указал, что ты требуешь биометрической идентификации. В противном случае пользователя, насколько я помню, ничего не будет спрошено. Потому что пользователь уже аутентифицировался в системе, к переходу там, еще почему-то. Угу. Окей. А если экран будет подпоказан, ты в фоне пытаешься спросить, но он попросит на блогера? Ну, он, скорее всего, наверное, вообще не… Да, упадет с сэкшеном, скорее всего. Так ты имеешь сам ответ на свой вопрос. Если ты активити попробуешь записать, запустить, когда тебе предложение в фоне, что произойдет? Так, ну и у меня есть немножко информации по безопасности. По сути кейсторы делятся в зависимости от версии Android, насколько безопасно их использовать и где они вообще отрабатывают, выполняются. Первый софтверный уровень безопасности, который появился как раз таки с Android KeyStore – это логика по созданию и управлению. Она реализована в системе Android в отдельном сервисе. Второй уровень безопасности – это Trusted Environment или еще его называют TEE. и Trusted Environment Execution – это когда вся логика создания и управления реализована в отдельном пространстве. По сути, как я понял, это запускается отдельно операционная система отдельно от ОС Android, и между ней и Android есть некая ограниченная API для того, чтобы получать, наверное, какие-то эти данные. И вот как раз таки она использует виртуализацию. Я вот не помню название виртуализации, которые были приведены как раз таки для ИРМ и Intel, они поддерживают эту вещь, но они там по сути как-то называются. И да, она появилась в шестом Android. И третий самый безопасный тип безопасности – это StrongBox, который появился в Android 9, это API 28, когда вся логика и обращение происходит вообще просто в отдельном hardware-ном модуле. Для этого создается отдельный процессор, вернее, в модуле есть процессор, есть свое хранилище и есть некие механизмы, которые противодействуют фальсификации пакетов и несанкционированному загрузке приложения. Насколько я понял, первым из таких девайсов это был третий пиксель, который это все подберил. Да, 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 и вот как раз таки. Аппаратный. Да, и аппаратный уровень. Что касается заумышленников и угона данных, то, условно говоря, эти три типа безопасности, они слопываются до двух – это Software Level и Hardware Level. Software Level предполагает, что если пользователь каким-то образом смог что-то в нашем приложении получить доступ к чему-то, он, в принципе, может использовать ключи, но получить данные этих ключей он не сможет, чтобы их там сохранить и куда-то там передать. А что значит использовать ключи? Ну, вызвать, наверное, какой-то вот код, там, не знаю, например, что-то провалидировать, там был ранее код, когда там использовался контент ключа. Сам контент он не получал, а именно передавал ключ, и там была валидация по нему. Какой-то макс ключей ты не смотрел? То есть мы уже можем получить прямо сам ключ и что-то с ним делать? Или там какой объект для работы с ключом? Там ключ ты можешь получить сам. Контент ключа прям? Прям вот, я не знаю, там, массив байт, что он содержит? Ну, массив байт не знаю, но класс ты можешь получить. Нет, класс, да, вот именно класс объект ты можешь получить, ты можешь его куда-то передать, чтобы там что-то завалидировать, но именно вот, не знаю, там скромно говоря, фингерпринт, который массив вот этих байт не можешь получить, чтобы его извлечь. Нет, ну вроде извлечившего доступа нет, ты получаешь только объект, который ты можешь использовать, а вообще все физическое управление ключами внутри или в сторону. Нет, я имею в виду, у объектов такие методы. Что вообще можно делать с ключом? Такой вопрос. Что мы можем делать с ключом? Ключ мы можем вам в Cypher запихать? Ну, мы в разные другие эти API передаем, просто едят ключ, а они уже там себя, не знаю, каким-то образом используют. Cypher может делать сам TripDecrypt, а каким алгоритмом? Как и указан при инициализации Cypher. То есть Cypher может достать ключ? Нет, он будет работать на основном ключе. Если у тебя был ключ, ты можешь что-нибудь расширповать. Угу. Просто как это можно сделать, не имея у себя байта самого ключа? Нет, тебе нужно находиться прямо вот в таком устройстве. Ну, чтобы притвориться приложением, получить доступ и тогда ты можешь получить данные. Ну, вот тут написано то, что даже если оно скомпрометировано, я могу использовать ключ, но не могу достать данные ключа. Ну, я думаю, имеется в виду как раз, что ты находишься уже на устройстве заражённом. Нет, тут именно приложение надо скомпрометировать. Нет, смотрите, в случае software level, если ты находишься на устройстве, то всё, тогда ты можешь данные получить. Если ты именно в данном случае, если приложение скомпрометировано не на устройстве, где ты находишься, а именно само приложение скомпрометировано. Например, вот смотри, вот мы получили условно говоря KeyStore Entry, мы его инициально... Вот я не знаю, кстати, что там private key находится. Вот, например, то, как мы его можем использовать, но не знаю, насколько мы можем получить все данные. Может быть, private key там... Сейчас вот KeyStore мы получили, загрузили его, система нам его дала. Да, вот, потом мы взяли и получили Entry по алиасу. Вот. У нас есть, соответственно, эта запись. И дальше, вот, ByteArray. Вперёк подпись. Ну, ключа. И SignUpdate. Подписать что-то, алгоритм. Ну, вот и там же можно получить, правильно? Ну, насколько он полностью данный всего ключа, может быть, он какой-нибудь там содержит... слепок, а не полностью все данные. Ну, тут непонятно, надо документацию... Да. Ну, я же говорю, это вот как раз таки то, что, к сожалению, у меня не получилось. Может, у меня есть ввиду, что данные реально в память не выгружаются, это дескриптор просто наоборот того, что Тирамиск. Да, да. А в каком-нибудь другом процессе происходит именно использование эти байты на диск с целью шифрования, шифрования. Да. То есть, когда ты класс загрузил, при арк класс, с какими-то методами данными выгрузили, ну, указали... А кто достанет эти байты? Почему я не могу их заставить? Кто-то может... Так, система... Тирамиск, который скрыт, ты к нему не можешь обращаться. Ты можешь вызывать это API, можешь передавать этот ключ, но извлечь данные этого ключа, это ты не можешь. Не, ну просто, если я хочу сделать собственное шифрование, используя эти ключи, как я смогу использовать приватные. Но, в результате отсчетов нет, ну ладно. Как он кейс-тор-ентри называется? Да, кейс-тор-ентри. И второй уровень, это Hardware Level, он как раз-таки используется Trusted Environment Execution или Strong Box. Это когда, если вот уже в данном случае скомпрометирован девайс, злоумышленник находится именно на девайсе, и он может использовать кейс-тор, но, опять же, он не может извлечь данные ключа. Потому что, в случае, если Software Level, если человек находится на устройстве, то он может, по сути, извлечь ключ. А Root, это Software Level? Да, да, да. Не, Root, это... А, подожди, что Root? А, подожди, что Root? Не, не, да, Root, это да. И там тебя Software не спасет. Да. Software, это, короче, если я тебе эту кашку прислал в Телеграме и сказал, сто пудом, как скачал с маркета, поставь. Это точно Телеграм, новый update. Ты его поставишь и... А если я еще при этом обновлю суть или что? А если я тебе пришлю обновление твоего Android и скажу, это точно новая бета, верю мне, тогда я смогу пользоваться ключами всеми, которые у тебя есть в системе, но выгрузить их не смогу. Ну, видимо, они реализовали все методы для возможного использования, не давая сами данные ключа. Тяжело представить, что же такие за методы. Ну, бывает, не знаю, все XOR, XOR, что там, может быть, все алгоритмы, которые могут использоваться с ключом. То есть, видимо, есть ограниченное количество алгоритмов, для которых подходит этот ключ. Они все реализованы в Hardware. Видимо, это так. Но только так можно себе это все объяснить. Да, Макс? Ну, вообще... Я просто про... Вот этот чип, который на хардварном уровне, он называется Titan M, и он вообще не может препятствовать установке неподписанных обновлений, прошивок и прочего. То есть, помимо того, что тебе нужно модифицировать систему, чтобы получить доступ к хардварно защищенному хранилищу, ты еще не можешь ее модифицировать, потому что хардварное хранилище контролирует буки. То есть, он контролирует блокировку и разблокировку загрузчика и, собственно, защищает себя на софтверном уровне. И работает в независимых процессах. У меня вопрос к тому, когда ты разбирался с ключами. Смотри, вот эти ключи, которые мы можем хранить в историю, это что за ключи вообще? Это только асимметричные ключи, правильно? Мы когда-то обсуждали? Нет, почему? Это только асимметричные ключи с шестого анвоида. До шестого там могут храниться только асимметричные. А с шестого и симметричные, и асимметричные. Симметричные и асимметричные ключи. Какой они длины, с какими параметрами? Или они всегда все знакомы? Длина у них вообще разная. Даже в API указано, что тот же IS256 тоже выступит с шестого. А, ну, собственно, потому что IS симметричный, насколько я помню. Поэтому его поддержку добавили в шестого, и сам он, собственно, доступен тоже с шестого. И очень много разных типов ключей доступны именно с шестого андроидом. Там большая простая, есть документация прям в API его. Про какие генераторы говорили? Да, да, да. Какие ключи можно генерировать. Короче, я так понял все это дело, что под каждый тип шифрования есть свой, своего рода ключ. Для того, чтобы не дать возможность прочитать ключ с девайса, соответственно, сама система предоставляет тебе возможность шифрования. Например, как ты говоришь, симметричная 256, а есть 256. Сама система позволяет тебе шифровать с помощью этого алгоритма. И поэтому она тебе не дает ключ. Ты ей даешь данные и говоришь, каким ключом она сама внутри себя все это проворачивает. Не показывает тебе ключ наружу. Ну, именно так, в принципе, и происходит. Когда вот мы используем кей-генератор и кей-пэйр-генератор, мы когда его настраиваем и вызываем там, не помню, метод генерейт или что-то, она никакие данные не дает, она автоматически его сохраняет в кейстор. И как раз таки вот в случае стронбокса один из параметров билдера кей-генератора как раз таки есть указать то, что я хочу использовать стронбокс, если он есть в системе. Ну, чтобы он ключ этот сохранился в отдельном хардверном модуле. Это вот единственная API, которая предоставляется вот этим стронбокс-апи. И еще для того, чтобы понять, находимся ли мы в каком-то вот там trusted execution environment, у нас, когда мы получаем алиаз, вернее, кейстор, мы из кейстора можем извлечь информацию, и у него есть свойства из hardware, что-то там я не помню, помню название свойства, как раз таки, которое говорит о том, что находимся в каком окружении, находимся защищенным или нет. Это вот единственное, что у нас такого дополнительно представляется в этих хардверах. Так, окей, мы создаем ключ, он тоже, наверное, больше к максимуму. Как мы узнали алгоритм расшифрования, мы его сайфером правильно называем? Сайфером может дать ключ, который будет пользоваться. Ну, мне кажется, я понял, но на своем. А это и сильно можно. Какие у вас вопросы? Если резюмировать, то, по сути, мы должны использовать в последнем характере локала Android API, а Java это вообще не работает? Ну, по сути, кейстор, это, он идет с Java, он, насколько помню, даже по тому же, может и по другому пути находится в package, но это тот же самый, как бы, кейстор. Просто в Java мы использовали кейстор, который локально там может шраниться, а здесь это кейстор, который оборачивает и идет глубоко в Android, если мы используем Android кейстор. Там есть кейстор, что-то там, getInstance, и там, как ты говоришь, строку, которая позволяет системе идентифицировать, к какому кейстору ты обращаешься. По сути, разные API же. Есть API с Android SDK, который обставляется, а есть API антарльный с JDK? Да, 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 да. Просто то, куда он уйдет, тут отличается. Просто ты тайп передаешь Android кейстору. Так, Android кейстору, кейстору, кейс, я укажу какой-нибудь это GKS. GKS или BKS. То мне нужно будет ему в load указать параметры. Ну, вот я не знаю, насколько нужно... Ну, я так понимаю, GKS он будет просто в файле. Да, да. Просто в файле, но ты можешь его там как-то зашифровать. Интересно, если у меня getDefault вы звучите. А getDefault? Вот это, на самом деле, интересный вопрос. Потому что, ну, в обычной десктоп-машине он вернет. Тебе понятно, GKS. Но я думаю, что в Android точно, как бы, так как Google. Ну, смотри, GKS, она не может, скорее всего, вернуть, потому что это проприетарный формат. Учитывая, что Google IUD40, я не думаю, что они этот формат. Там список GKS даже не было. Да, его здесь и не было. Он, скорее всего, либо BKS, либо PKCS. Скорее всего, да. Вот это, который за 12. Да, вот PKCS. Ну, нет, там ты же где-то показывал, что в машине везде был BKS. Просто на новых версиях Android, возможно, они берут самый надежный, и поэтому берут Android Key 100. Да, нет, это просто от машины зависит от реализации. Ну, типа... До четвертого Android я BKS был, да. Ну, вот. Вот, что после четвертого Android, на самом деле, очень хороший вопрос. Я обязательно, когда буду делать эти тесты, я их проверю. Один-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Наверное, может вообще дефолт не стоит использовать, надо всегда явно указывать, что... Ну, мне кажется, надо явно указывать. Ну, в принципе, да. Мне кажется, сейчас в объекте только нужно использовать Android Key Store. Учитывая, что мы в основном уже сейчас все приложения 19+. Наверное, редко кто, мне почти сейчас 4-3 ниже. Там есть что-то еще, ну, ArtCompat, которое отправляет верткой над Key Store, которое позволяет тебе как раз использовать, ну, запрашивать биометрическую аутентификацию. Потому что, ну, на старых версиях ты, соответственно, не можешь ничего вызывать. Ну, короче, там их поставлены на версию Android. Да. Используем Key Store с типом Android Key Store, даем его Cypher, а там уже используем тинк. Все прекрасно. Вывод такой. Ну, если хотим безопасности, все сидим на Pixel. Ну, Pixel не Pixel. К приложению не относится. Я говорю про написание кода. Окей. Ну, да, я опять же говорю, когда генерируем ключ, что там в билдере указываем, что по возможности использовать Chromebox. Потому что, я думаю, что, когда 3T Pixel появился, он был один единственный с таким процессором. Я думаю, что более-менее современный, все особенно топовые девайсы у Samsung, впрочем, они должны иметь такие процессоры. Я думаю, как вам у Samsung вообще есть свой отдельный процессор. Типа забили. Ну, Samsung же реализовывал отдельный процессор. Ну, какой-то свой свой с Notebox вроде как. Кнокс. Кнокс какой-то, да. И он вроде как тоже аппаратный. Но они явно это делали не так как в Google. Ну, потому что они раньше начали. Так, это где указывается? Когда ты создаешь кей-генератор и кей-генератор, ты передаешь билдер. И вот в этом билдере там есть свойства. Сейчас я... Сюда уже не рожаешь? Нет. Так нет, у тебя, например, код будет? Нет. В коде у меня... Я кей... Создание кей в генерации я не стал трогать. Это, наверное, стоило бы добавить. Окей. Ну, короче, более-менее понятно стало, что кей-сторит примерно то же самое, чем он подписан в наше приложение. Так это оно и есть. Мы через кей-тул эти пользуемся. Внутри происходит то же самое, только кей-тул типа закрытая. Да. Ключи как они там шикуются. Здесь мы можем выбирать date. Ок. Все, тогда когда мы будем течать, короче, можно забить и не думать, пока мы не берем 10 приложений для одного заказчика, так что между которыми надо было шарить токен. Ну, да. Хотя там токен должны шарить и получится. Надо шарить ключ. А где токен будет непонятный. Ну и для этого, мне кажется, для пользователя пока с этих диалогов с выбором какого-то сертификата, не знаю, как это будет. Мне интересно, как Яндекс все это решает. Они, по-моему, не через это? Нет, они не запрашивают уже ничего. Они ничего не запрашивают. Возможно… Запускают приложение на самом деле. У них, может быть, через контент-провайдеры шарятся данные, какие-нибудь файлы. А как они не читаются они? Да, они видят, что такой файл существует. Да, контент-провайдеры обеспечивают доступ только по какому-нибудь им известному интернету. И он зашифрован, наверное. Уже на стороне клиента, ты пошифровываешь и получаешь оттуда все нужные данные. Там вроде бы какая-то штука называлась Authenticator в одной системе. И когда ее используешь, то потом закончишь настройки, и ты видишь свой аккаунт, он типа добавляет в себя. И Яндекс его использует, правда я не помню, какой там от имени. Ну мой контент-провайдер, по-моему, как раз заставляет использовать вот эти вот Authenticator. Короче, то, что я сейчас написал, есть в системе уже. Я никогда бы не использовал этот сертификат. Ну там парк, это был, кстати. Тоже в нем для самого нашего. Я знаю, с тех пор они используют. Используют, используют. Используют.